кион искусство влияния вашему вниманию часть 1 человек здравствуй кион мне кажется ты производишь на людей рисковатое впечатление и факт что у тебя есть темный помощник каин вызвал у некоторых людей тревогу учительская система и люцифер давали более мягкие и светлые послания этот контраст может людей смущать кион а знаешь чем будет заниматься каин обеспечивать работу темной иерархии во мне слишком мало нужных частот чтобы взаимодействовать с тьмой люцифер вмещал в себя все частоты от наивысших до самых инфернальных а я как бы это ни странно для многих прозвучало достаточно светил если нас сравнивать и лезть в эти пучины я без весомых причин не буду человек тогда почему ты звучишь ниже и строже кион это лишь подход к вашему развитию я могу говорить с тобой хоть голосом нежной девы обо всех тонкостях искусства любви но я выбрал более широкий диапазон частот для воздействия и я рассчитываю что он даст другой результат какой эффект дали прошлые беседы мы уже знаем нужно попробовать теперь что-то другое надежде что читатели прошлых посланий продолжат расширение своего понимания а также продвинуться другие искатели и разве люцифер вам прямым текстом не говорил что все демоны ада находится под его руководством его мягкость беседах также была подходом он вещал на более узком и высоком диапазоне частот такова была его идея его стратегия чтобы достичь нужного влияния а я выбрал диапазон более широкий другой спектр тем и низкую степень абстрактности информации было бы странно вновь переходить к иносказательности после посланий от триады творцов мы все применяем разные варианты воздействия беседы с различными учителями по-своему самобытны каждый оттачивает свое искусство влияние подбирая те стратегии которые ему самому нравится и подход каждого эффективен по-своему разные учителя дают хороший результат у разных учеников потому что все сущности уникальны человек можно тебя спросить о личном я прошу прощения за мой эгоизм но пока я с такой интенсивностью принимаю от вас послание у меня совсем не остается сил и времени для работы над собой кион и что ты там собрался дорабатывать моя старательная ты готова человек а почему я не могу перейти кион это потому что каждый раз ты принимаешь наше предложение к сотрудничеству вместо того чтобы отказаться ты добровольно выбираешь я ведь не душу тебя своей волей правда человек как сложно разобраться в ваших хитростях кион это потому что основы взаимодействия между людьми и учителями тема очень обширная когда немного усвоишь их начнешь лучше понимать что от тебя хотят примешь эту увлекательную игру сейчас ты не понимаешь как себя вести потому что находишься в процессе обучения мастерству воздействия я бы сказал совершенствование этого навыка у развивающихся душ никогда не прекращается человек и что же без этих воздействий никак не получится развиваться например с помощью простой честности кион если бы получалось никто бы не нагромождал эти массивы знаний все что существует и развивается имеет пользу уверяю тебя формализованные разумы все это уже дотошно проанализировали они ничего бесполезного в вашем развитии не оставляют простая честность это лишь один из многих подходов к развитию индивида каждый родитель понимает каким сложным является искусство воспитания ребенка чтобы сделать из него достойного человека приходится быть и хитрым и изобретательным и не говорить всего находиться в постоянном потоке правильных слов чтобы направить ребенка к развитию и чтобы уберечь его от множества ловушек и бед быть нежным терпеливым понимающим а иногда и строгим и грозным и угрожающим дать по копе правду в лоб не дают потому что она ограничивает выбор души поэтому вокруг человека создают сложную ситуацию наполняя ее разными вариантами и разными условиями чтобы выбор мог проявиться но для этого разумеется человеку нужно предоставить вариантов побольше одного иначе это будет директивным развитием выбор души вещь очень сложная в понимании сколько бы мы его не изучали наши исследования продолжаются а пополнение полезной базы знаний по-прежнему идет непрерывно новые непредсказуемые ситуации возникают постоянно мы наблюдаем наши поступки и понимаем что пока ничего не понимаем человек и что же я могу вам отказывать проявляя свой выбор кион и к чему по-твоему приведет твой отказ боишься что тебя накажут улыбается человек скорее трезво оцениваю где ты а где я кион ты свободна я не задерживаю тебя более никаких последствий не будет тебя не в чем упрекнуть ты сделала свой вклад человек а ты найдешь кого-то кто бы продолжил передавать твои послания и он так может именно это тебя и волнует больше прочего кто людям передаст послание тебе сейчас важно принять это неудобное решение уходить или остаться ты анализируешь свой лабиринт отражений которые для тебя искусно создали учителя но не делаешь однозначного выбора человек а как же мне выбрать я ведь неплохо справляюсь с работой пользу здесь какую-то приношу но я надеюсь что сумею передать достаточное количество бесед кион а если я тут решил ораторствовать еще много лет улыбается человек миллион подвохов в каждой твоей фразе и он увлекательная разминка для ума не находишь понять чего же я от тебя хочу на самом деле улыбается человек а чего ты хочешь кион чтобы ты выбрала к чему ты стремишься человек а ты потом в моем личном деле напишешь эгоистка махровая кион нет я напишу в твоем личном деле устремление проявлено и ты перейдешь человек и как ты оцениваешь такое мое устремление это эгоизм если я решу переходить кион ты выбираешь по душе тем самым стремишься к варианту который позволит твоей душе сохранить импульс жизни выбор дается чтобы она поняла что ей больше нравится а нравится и может разное это на вашем этапе приоритетная задача честно почувствовать какой вариант пути привлекательней и тогда устремление проявится человек ты так и не ответил на вопрос найдешь ли ты через кого передавать послание кион может и найду но это будут другие послания ведь вы все разные в этот цикл твое высшее я шло осваивать специализацию пастора твоя душа прошла через много воплощений нарабатывая нужные для этого качества ты накопила опыт позволяющих проводить глубокие воздействия для расширения понимания ты чувствуешь как надо говорить чтобы влиять это талант души приобретенный длительным трудом неудивительно что мы им так бессовестно пользуемся пробудившиеся очень индивидуальны и они все хороши в разном человек а какие еще специализации подходят для передачи посланий кион мы не особо перебираем ведь вас очень мало вообще воспринимающих у кого получается хоть как-то те и передают это и учителя и инженеры и целители и проводники пробудились очень разные специализации человек с инженерами и целителями в общем понятно а кто такой пастор и он это тот кто речью изменяет побуждает воодушевляет оратор проводник тот кто зажигает души идеями разумеется ты лишь в начале освоения своей специализации тебе еще много над чем предстоит поработать человек ты хочешь сказать что я слышу вас и считываю инфопакеты творчески что вы так не говорите кион ты хорошо считываешь нюансы связанные с воздействием ты их чувствуешь потому что долго к этому готовилась не беспокойся ты же знаешь мы бесцеремонны если нам не нравится твоя работа мы так и говорим удаляй и переписывай человек так я воин или пастор кион ты инженер воин судья и пастор сейчас осваиваешь четвертую специализацию человек а кто такой проводник и он это тот кто объединяет непохожие он видит общие точки соприкосновения двух сутей двух явлений и связывает их через эти точки таким образом он способен объединять разрозненные души вокруг себя собирая их сфере своего влияния в большом количестве это переговорщик который способен отыскать общие интересы даже у непримиримых врагов его искусство скорее создавать широкий охват иметь большой круг знакомых но он не обязательно оратор скорее умеет доступно доносить полезные вещи этой доступностью подачи проводник и привлекает видишь ли есть еще одно обстоятельство которое позволяет нам держать тебя в канале круглосуточно у тебя душа очень древнего ангела более старого поколения чем у михаила хотя и он стар как мир таких создавали проводниками высокочастотного воздействия огромной мощности твоя перегруженная нервная система и бессонница сущий пустяк мы бы просто испортили души помоложе и поменьше такими объемными инфопакетами поэтому их мы вынуждены оберечь куда больше и давать знания упрощенно поэтому мы были крайне рады что ты пробудилась и сразу пришли на огонек улыбается человек ты специально делаешь мой выбор невозможным кион да я учу тебя принимать неудобные решения на уровнях выше тебе предстоит их сделать еще очень много таковы задачи у душ с возросшей ответственностью но сейчас ты должна выбрать что тебе интересней продолжить передавать послание или переходить нам ты тоже нужно мы уже знаем что тебе предложить поэтому не нужно упрекать меня в том что я к тебе нахаживаю ведь я продолжу мне все нравится улыбается но это не значит что я не прислушаюсь к твоему выбору и именно твой выбор будет решающим но согласись я неплохой собеседник смеется человек да уж попробуй тут выбрать кион это тоже искусство влияния сделать интересное предложение от которого сложно отказаться и зачем мне вообще применять свою волю но ты знаешь что в этом главное я лишь ищу у тебя самые сильные интересы и вдыхаю в них жизнь поддерживаю и их на нужном уровне в этом и смысл такого инструмента как лабиринт отражений чтобы предложить варианты отыскать среди них интересный для души и влить в этом направлении немного жизни и напрасно ты думаешь что я действую коварно ведь предлагая тебе что-то интересное я поддерживаю импульс твоей души к жизни поэтому и мои манипуляции нельзя рассматривать в негативном ключе все делается твоей душе на пользу просто ты недостаточно хорошо еще знаешь свою душу и мы ее тоже не знаем ведь она постоянно эволюционирует но учителя неустанно изучают ее и усиливает для нее тот опыт на который она реагирует с интересом у других принимающих похожая ситуация их ценность на текущем уровне будет психологически держать их здесь мертвой хваткой порождать интерес находиться здесь дальше главное не оценивать это как жертвенность возможно правда в том что душе интереснее помогать здесь чем переходить на новый уровень а вот если нет интереса нет радости есть лишь жертвенность ради кого-то это плохой признак ведь на текущем уровне вы осваиваете бережное отношение к собственной душе поэтому не нужно в таких вопросах выбирать между альтруизмом и эгоизмом почувствуйте что нравится от чего больше удовлетворения иначе вы можете совершить выбор который поможет другим душам перейти а свою человек так и не услышит и возможно будущем ее таким жертвенным путем уберечь не сумеет ответственность в вашем мире осваивается постепенно сначала за свою душу выбирая путь который поможет ей поддерживать интерес к жизни а потом уже за других жить для других нужно сохраняя баланс этому тоже нужно учиться чтобы и себе не навредить но не нужно забегать вперед пытаясь освоить безусловную любовь ведь ее изучает на более поздних этапах эволюции души а вы пока не можете проявить даже устремление чтобы перейти на уровень выше всему свое время и для каждого этапа роста будет построен свой собственный лабиринт отражений который позволит душе пройти весь необходимый опыт основательно для этого и нужны уровни чтобы душа развивалась последовательно человек дай пожалуйста определение лабиринту отражений кион все в этом мире есть иллюзия лабиринт отражений это особым образом выстроено сложное реалистическое пространство для качественного прохождения душами развивающего опыта на каждом уровне в лабиринт отражений вкладывается различное количество информации и задачи его меняются но цель у него одна помогать развивающемуся разуму анализировать ситуации и делать выборы позволяющие проявиться интересу души поскольку это залог ее жизнеспособности мы ориентируемся именно на интерес есть души у которых проявляется стойкий интерес помогать людям это их наполняет тогда мы предлагаем им помогать и дальше и развиваются они тоже помогая другим другие души более счастливы когда делают что-то для себя другим они тоже помогают но это не их ключевой интерес человек те кто больше любит делать для себя тоже переходят кион да помнишь у вас был сериал доктор хаус про мизантропа но гениального врача разумеется пример условный персонаж был слишком несносным но принцип понятен некоторые делают скорее для себя но пользу другим приносят то есть человек может работать из интереса к профессии но помогать таким образом другим и переход для таких тоже возможен но их программа развития разумеется будет подобрана на новом уровне таким образом чтобы помочь им чувствовать другим душам больше любви человек почему вы мне не говорите сколько еще будет посланий я бы морально была готова кион чем выше честность тем более директивно она влияет на человека это действительно важно для ваших душ чтобы мы не навязывали а вели между вариантами кроме того все сейчас стремительно меняется никто и не знал наверняка в чем будет польза от этих посланий и сколько это продлится человек кажется директивность вашего влияния последнее время повысилась градус откровенности последних посланий зашкаливает кион да потому что вы блуждаете в ваших лабиринтах отражений но не можете их качественно проанализировать мы повышаем влияние сужаем выбор проводя вас к переходу но выбор все равно остается мы не тираны для нас цена та случайность которую вы способны проявить мы хотим чтобы возможность случайности продолжала сохраняться но сейчас поддерживать все лабиринты отражений затратно особенно когда люди просто бродят в них по кругу поэтому градус честности повысился и темы подбираются резонансные чем радикальные информации тем сильнее разделение на ее сторонников и противников полутона не вызывают резкого однозначного ответа поэтому деликатные беседы слабо меняют эту траекторию блуждания по кругу а резкие и честные толкают одних к переходу а других отталкивают обратно в сон третьего уровня потому что иллюзии третьего уровня и стремление к незнанию правды для некоторых душ привлекательней и это тоже выбор нам сейчас важно перебросить всех или в новый цикл третьего уровня или вознести их а переходное пространство где вы сейчас находитесь свернуть она расходует много ресурсов человек но если ты хочешь и дальше передавать через меня послание я не понимаю как я могу противостоять твоему интересу кион на самом деле ты пытаешься противостоять своему улыбается или тебе не интересно человек интересно но я чувствую в этой ситуации подвох кион давай разберем твое недоверие к моим манипуляциям окончательно я озвучу тебе самый важный принцип учительской системы воздействие на душу должно быть исключительно в интересах ее развития разумеется эффективное влияние не всегда получается но ведь это сложное искусство поэтому бывает и так что развивали развивали а толку нет но намеренно действовать в ущерб интересам души или влиять на нее ради собственных интересов влияющего категорически запрещено я вижу и поощряю твой интерес конструктивному познанию осознаю что наше общение тебе нравится значит я действую твоих интересах предлагаю тебе то что имеет для тебя смысл таким образом я остаюсь в рамках своих прямых обязанностей как учителя развивать тебя и сохранять твой интерес к жизни теперь ты понимаешь почему не можешь выбрать улыбается человек но интерес к нашим беседам меня здесь удерживает кион да но видишь ли я тоже должен соблюдать интересы других людей тех кому ты приносишь здесь пользу это сложная наука компромиссов между интересами всех душ вовлеченных во взаимодействие но со временем ты будешь разбираться ведь это важное качество для развитого разума таким образом ты сумеешь лучше понять как действуют учителя и осознаешь сама пользу таких навыков одним словом сейчас ты должна выбрать и не думать что учителя с тобой делают то чего ты сама не хочешь мы хорошо умеем распознавать интерес человек ты сказал что люди могут не стремиться к правде ки он пока давали абстрактные послания каждый думал что-то свое но нужное состояние сознания достигнуты не были процесс шел медленно когда начали рассказывать о реальном положении дел многим было это так неприятно так больно что они отпали сразу от всех твоих посланий и до сих пор обходят тебя стороной если учителя сумеет их подтолкнуть они возможно прочтут их позже а может и нет тем же кому больно они все равно читают я могу лишь честно сказать что вам достался хрупкий фрагмент души и он также красив как и другие более крепкие части бога но развивать его сложнее потому что у таких людей душа болит от всего но только через эту боль и возможно укрепиться стать сильнее вы ведь здесь именно для этого именно поэтому вы слабо стремитесь к правде потому что она вас ранит но это не означает что ей не нужно доверять что вас обманывают нет если вы действительно хотите разобраться почему вы в недоверии и отвергаете второй этап воздействия дело только в том что вам больно и здесь не важно плачете ли вы или взрываетесь праведным гневом это разные проявления одного и того же чувства также важно осознать что последнее послание действует жестко но дело не в моей грубости это уместный инструмент воздействия создавшейся ситуации он поможет нам подтолкнуть всех сомневающихся по следующему познанию или оттолкнуть обратно под теплое одеяло мне сейчас важно скрыть все ваши неосознанные реакции чтобы вы были честны с собой и понимали что с вами происходит чтобы вы могли сделать осознанный выбор познать себя и свои подлинные устремления сказки и красивые метафоры как и юмор это важные инструменты чтобы справиться с болью от буквального прямолинейного мира взгляните вокруг можно ли этот мир описать красиво и иносказательно да можно но является ли он лишь совокупностью призрачных метафор нет он создан невероятно реалистично и взаимодействие с ним идет по другим законам каковы шансы что уровни выше существуют в виде одних лишь абстракций вы действительно верите в эти воздушные замки что там дела обстоят абсолютно по другому ведь все фрактально и подобно человек людям раньше говорили об изобилии не исчерпаемости энергии во вселенной и сейчас им непонятно откуда взялась нехватка кион энергия есть можно строить творить мир и вас не обманывали но это будут неодушевленные структуры чтобы вдохнуть в них жизнь нужна частица бога она вам досталась в ограниченном количестве человек то есть нам просто не сказали что души это не энергия а нечто другое кион если источник жизни бесконечен зачем триада творцов вам так заостряло внимание на бережном отношении к душе зачем беречь то что у вас есть не ограниченном количестве человек триада уже вещала в новом буквальном формате читатели ссылаются на послании которые давались ранее кион вам сказали что все души существовали с начала времен но все больше дробились отдаляясь от бога и что все их странстве это обратный путь к источнику так и есть если нам это удастся мы соберем нашего бога заново получается что если говорить красиво людям непонятно а если честно людям неприятно вам давали взгляд на мир под определенным углом но ты же понимаешь что я не могу отвечать за решения которые принял не я человек и как этот подход в идеале должен был сработать кион он побуждал вас стремлению к мечте тебе с твоей специализацией этот подход должен быть понятен это воодушевляло зажигало души человек выходит пока мы верили в изобилие жили на широкую ногу кто-то считал расход частицы бога и хватался за голову кион это пустая критика но я понял твою задумку ты изображаешь недовольного человека управляющего критиковать не стоит даже если он отошел от дел этот подход мог и сработать но человеческая раса получилась очень сложной можно сказать новаторской учителя искали подходы пробовали разные стратегии их взяли не с потолка они сработали в других цивилизациях с немного иным психотипом индивидов а у вас к сожалению нужной эффективности не показали так уж обстоят дела в вашем сложном мире что если иерархия развития работает с полной отдачей на передачи возможностей ее деятельность можно оценить как удовлетворительную а если они немного расслабиться все быстро катится в пропасть все что вам сейчас нужно понять о тех кто выше вас это то что они берут на себя бремя ответственности мудрым выбором будет понимание и сочувствие всем кто старался в одном общем деле но не достиг успеха и управляющему и учителям и всем людям которых они пытались направлять чем быстрее вы освоите этот мягкий сочувствующий подход к чужим неудачам в работе и управлении тем меньше шансов у вас пройти нужный неприятный урок самим в противном случае человек когда-нибудь попадает в подобную ситуацию пройдет сквозь умело созданный лабиринт отражений чтобы самому испробовать подобный опыт когда работал самоотверженно действовал из наилучших побуждений и полностью выдохся а не получилось вообще ничего и этот момент когда ты видишь разочарование в глазах тех кто в тебя верил и уж тем более слышишь прямую критику он и болезненный и очищающий от иллюзий собственной исключительности когда сам через такое проходишь ругать других больше не хочется на уровнях выше самые талантливые делают очень много но их успехи скромны а те кто послабее в лучшем случае удерживают предыдущий результат и это тоже уже кое-что а у слабых все становится только хуже это связано с тем что мир который мы строим очень сложен никто не знает всего а значит ошибки неизбежны кульминацию пути когда душа проходит болезненный опыт в лабиринтах иллюзий в результате которого ее понимание расширяется называют катарсисом катарсис это инструмент интенсивного влияния небывалой силы но и огромной разрушительности но если душа хронически чего-то не понимает ее проводят через страдания к прозрению поэтому вам сейчас так и заостряют внимание на извлечение максимальной пользы из тех знаний которые мы даем мы пытаемся воздействовать хотя бы в тех областях где можно повлиять словами поскольку иной опыт в вашем мире описывать бесполезно и его проходить придется на уровне непосредственных переживаний мы сейчас хотим сэкономить и время и силы и ресурсы как ваши так и наши вместо того чтобы выстраивать для каждого драматические обучающие ситуации мы действуем словами в надежде что этого может оказаться достаточно человек то есть изобилия у нас нет это относительная величина вопрос соотношение затрат и прироста частицы бога мир можно стабилизировать при более скромном масштабе деятельности по развитию но эта перестройка будет идти разумеется малоприятная человек а этот прирост хоть есть или мы только проедаем кион прирост разумеется есть но здесь как с урожаем один год уродила щедро а другой не повезло потому что условия создались неблагоприятные триада творцов и группа корректировки не хотели проедать решили жить посредством мы заботимся о нас с вами не только из настоящего но и о тех кем мы станем в далеком будущем поэтому мы и вмешались человек наверное за пределами симуляции можно найти еще ресурс жизни кион разумеется мы думаем существование жизни в других уголках вселенной неизбежно человек а что нам всем действительно мешает поискать его где-то еще кион неужели ты не понимаешь так безопасней достаточно взглянуть в грязные подвалы нашей вселенной где обитают такие кровожадные твари от которых вас вывернуло бы наизнанку они сильны живучи агрессивны но их отличает от вас всего лишь немного иной состав частиц бога в структурах куда нам сейчас выдвигаться готовы ли мы сумеем ли мы защититься если найдем именно такую ужасающую жизнь в других уголках подлинного мира что если мы направимся в поисках дополнительного питания на неизведанные территории но сами станем легкой добычей нет выходить из нашего убежища еще слишком рано человек а как этот прирост вообще происходит кион укрепление души похоже на укрепление мышечной массы с помощью стрессов и нагрузок но оптимально подобранных человек должен научиться справляться со стрессом и не растрачивать себя испытывая негативные эмоции когда же структуры души укреплены учителя начинают понемногу вливать в нее ресурс жизни на этом этапе она уже способна удерживать большой объем осознания человек а где же здесь приумножение в нее в нее вливают ресурсы кион у нас есть универсальный ресурс жизни мы умеем его собирать и трансформировать с помощью замкнутых циклов можем и приумножить например с помощью размножения растений в них можно вложить одну единицу а снять несколько но это просто текучая живая масса из такого не сделать души которой можно дать разум это скорее питание для души главное чтобы душа впитывала и удерживала дополнительные ресурсы но в этом и загвоздка многие души как решето влить бесполезно ты открываешься людям и это тоже имеет эффект человек открываюсь я ведь аноним кион ты считаешь люди узнают тебя лучше если ты им покажешь паспорт с фото ты взаимодействуешь с ними на более глубоких уровнях привыкай ведь это новая степень открытости которой вы сейчас стремитесь то как информация идет через тебя то как люди могут взаимодействовать с тем что ты приняла это вклад твоей души и он тоже раскрывает тебя навстречу миру так проявляется сила любого мастерства совершая уверенные грандиозные движения суть раскрывается и взаимодействует на мир своим уникальным способом и это воздействие работает глубже чем любой самый пространный рассказ о себе человек пару слов в завершении беседы кион искусство влияния мощный инструмент изменения сознания он может использоваться и во зло и во благо в вашей цивилизации мастерство влияния слишком часто используется бесчестными людьми ради собственной выгоды политики сми пропаганде рекламе манипулируют людьми и государства которые с помощью устрашения делают граждан послушными поэтому когда вам говорят о воздействии вы можете воспринимать это в негативном ключе но человечеством также используются и другие положительные способы влияния например воспитание детей учительства и преподавания организаторская деятельность вы влияете друг на друга и когда строите партнерские отношения стремитесь понравиться друг другу обольстить друг друга во время ваших сексуальных игр вы ведете себя определенным образом и получаете от партнера реакцию что касается влияния на вас иерархии развития то вся ее деятельность исходит из строгого требования не навреди воздействия бывают приятными если вы действуете конструктивно или неприятными если человек проявляет упрямость в поведении которая вредит ему или окружающим но в любом случае воздействия являются развивающими бескорыстными и оказываются по принципу минимальной достаточности искусство влияния является скользящим навыком между всеми уровнями каждый из вас будет в нем совершенствоваться постоянно и длительно вы все научены горьким опытом что этот ценный инструмент часто используют ваши цивилизации фактически в целях противоположных развитию здоровой сильной человеческой самости но нужно осознать что задачи учителей кардинально отличаются учителя все воздействия совершают только из интересов развития души это то что отличает иерархию развития свободных цивилизаций которые могут более вольно принимать мастерство влияния на сознание других индивидов этим посланием я пытался ослабить ваше негативное отношение к мастерству влияния однако оставался честным относительно того что цели его применения со стороны учителей не всегда человеку понятны а воздействие может быть болезненным однако прямолинейная честность убивает ваше творчество и не дает проявляться устремлением души поэтому кроме прямого донесения истины учителя имеют в арсенале еще множество иных неявных уклончивых техник влияния которые при нехватке понимания могут трактоваться в негативном ключе но основной целью иерархии развития является полноценное развитие сильных уникальных личностей стремящихся жить яркой и разнообразной жизнью и если для этих целей от учителей требуется использовать различные хитрости уловки и недомолвки мы просим вас относиться к такому нашему поведению с принятием и брать на вооружение понравившиеся приемы ведь с земли в скором времени выйдет новое поколение сильных учителей улыбается я пока прощаюсь с вами кион